Пару дней назад появилась информация от немецкого издания о том, что власти Украины запланировали отключить страну от энергосетей России и Беларуси на 72 часа феврале. Касательно дат, уточняется, что это запланировано на конец февраля с 24 по 26 число. Вдобавок, подобное пробное отключение состоится и в летний период. Отмечается, что данный эксперимент является частью подготовки страны к интеграции с западноевропейской энергосистемой, активизация которой может произойти уже в начале 2023 года. Естественно, такое решение со стороны Киева отключиться от энергосистем России и Беларуси и подключиться к европейской уже получило позитивную оценку со стороны властей США. Советник госсекретаря США по вопросам энергетической безопасности заявил о своих надеждах на ДО, что интеграция энергосистемы произойдет уже в этом году. Однако, несмотря на все планы украинского руководства, запланированный эксперимент несет существенные риски. В первую очередь, в глаз бросается тот факт, что в период отключения украинская сеть будет в очень уязвимом положении, и любая критическая ситуация способна спровоцировать тяжелые последствия с локальными, а может и общим блэкаутом, когда без электроснабжения могут остаться и промышленность, и население. В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявляет, что в свое время Беларусь спасла Украину от краха энергетической системы. Он отметил, что когда-то в Украине 50% электроэнергии получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена. Тем не менее, руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль считает, что запасов энергоресурсов вполне достаточно для прохождения изоляции. В частности, он упоминает запасы угля и новые объемы из Америки, которые позволяют премьеру с оптимизмом смотреть в будущее. На полную запущена и атомная энергетика. Сейчас в работе все 15 энергоблоков украинских АЭС. Это, вероятно, также один из аспектов подготовки к изоляции. Тем временем, и Россия, и Беларусь уже согласовали временное отключение энергосистемы Украины. В феврале, по словам аналитиков, происходит пиковая нагрузка на энергосистему, когда потребление может вырасти на мегаватт и больше. А это условные полуторагагаваттные энергоблоки АЭС или 4-5 энергоблока тепловых электростанций. В целом, это чревато не только веерными отключениями, но и отключением целых городов и даже регионов.